Ну что ж, ребята, у меня грустный голос. Сегодня мы уезжаем. Это будет заключительное видео о отдыхе в Болгарии. Что вам хочу сказать? Много позитива мы здесь набрались. Много впечатлений. Отдохнули на всю катушку. Единственное, что погоды чуть не было. Там у нас чуть-чуть нестыковочки. Два дня было буря. Но зато вот эти последние три дня распогодилось. Вот, как вы можете видеть, много народу на пляже. Волны поутихли. Вот зеленый флажок. Это говорит о том, что полный штиль. Людей полно. Ну что ж, что вам сказать в двух словах вкратце. Ну, скажу вам, что сюда стоит поехать за такие денежки, как говорится, не сильно весомые. Вот. Красивое здесь место. Вот почему сделал паузу. Все непринужденно валяются, отдыхают. Вот так. Фикольное заведение. Фикольное заведение. Ну что же, хотел сказать. Все здесь меня устраивает. Я вам рекомендую сюда приезжать. Может, кто-то привык к более крутому отдыху. Может, кто-то к менее крутому. Но сюда стоит приехать. Здесь есть что посмотреть. Даже когда не было погоды, мы ходили на Себор. Это красивый город. Сказка. Что касается людей, болгары очень гостеприимные. Они всегда улыбаются. Начиная на рецепшены, заканчивая обслугой и охранниками. Все тебе улыбаются. Это очень приятно. Может, и не рады нам, но, мне кажется, они не притворяются. Ну, еще что. В принципе, и так все супер. Уезжаем через 2 часа. Пришли попрощаться вот с морем. Ну, вот оно, само море. Сегодня, если зайти в воду, можно разглядеть даже рыбок. Всяких и обитателей моря. Потому что оно более-менее спокойное и чистое. Без водорослей. Ну, пару советов от меня. Так, сейчас зайду рискнув со смартфоном. Когда-то воин делал. Значит, пару моих советов таких. Вот, смотрите, какой она прозрачная. Вот, я вот сейчас сниму вам ноги. Не знаю, что предупреждает. Вот, зайду поглубже. Значит, пару советов. Не берите он инклюзив. Он инклюзив. Будьте привязаны к кухне. Будете там кушать, пить. Море не увидите. Самое лучшее. Берите обычный отель. В котором утром стандартно подают питание. Как бы входят в отель. А дальше в обед и в этот, как называется, и на ужин. Вы вольны выбирать, где хотите. Идите кушайте в рестораны. Очень нормальные цены. Другой совет. Что заказывать в ресторанах. Ну, стандартная еда, что у нас есть в нашей стране. В наших странах, где вы проживаете. Ваших, вернее. А также есть специфические блюда. Национальная кухня. Ну, национальная кухня. У них очень-очень-очень, ребята, я вам хочу сказать, вкусные. Стоит все это недорого. Вполне можно себе позволить, любой человек. Ну, а так, в принципе, вам объясняю. Здесь красиво. Погода сейчас где-то 26-28 градусов. Вот я зашел в море. Вот, посмотрите. Так, зайду еще глубже чуть-чуть по пояс. Вода чистенькая. Вот, ноги видны. Как видите, пятки. Волн нету. Ну, что касается... Кухни я вам рассказал. Места есть красивые, я уже говорил. Люди здесь в основном иностранцы. Сейчас побольше сегодня в этом году русских в связи с конфликтом в Украине. Но я думаю, это будет в этом году. Я, честно, хочу вам сказать чуть-чуть... Как бы... Ну, не знаю. Мне так показалось, наверное, что наша обслуга устала от нашествия такого людей. Потому что сейчас бархатный сезон. Обычно бархатный сезон. Мало людей. Напоминаю, сегодня 9 сентября. Мало людей. Это хорошо. Едешь в автобусах, ну, в этих, которые передвигаешься по... Например, на Север. Они пустые в основном. В этом году было все забито. Даже ушел на кухню. Ну, наш ресторан, наш при отеле. И тяжело было, так скажем, не сразу набрать себе еды. Потому что была очередь, была толпа. Но это только в этом году так было. В основных годах все было нормально. Ну что ж, хватит о этом негативном. Ребята, хорошее настроение. Хотя мы уезжаем. Через 2 часа трогаемся. Значит, сейчас... Час. Значит, в 3.30 отъезжает автобус. И мы поедем домой. В 3.30. В Кишиневе мы будем где-то часов, думаю, в 9 утра. И конец нашему отдыху. Немножко грустно. Вот еще раз покажу вам море. Море, прощай. Увидимся через год. Я надеюсь, при хорошем раскладе. И вот так вот, ребятки. Заранее вам говорю... О, там зажигает лодка. Заранее вам говорю, я не профессионал. Я любитель. Поэтому не судите строго. За мои комментарии. То, что я говорил. Иногда были эмоции. Может быть, я где-то запинался. Неправильно ставил ударение. Но все-таки я же по национальности молдаван. Но все-таки, но больше русскоязычный, так скажем. Вот родители постарались. Так что, как-то вот так, ребята. Ну что ж, будем прощаться. Дорогу обратно я снимать не буду. Это вы видели в первой части. Как-то вот так. Всем, кому понравилось, ребятки. Все мои эти видеозаписи. Ставьте, если хотите, лайки. Подписывайтесь на канал. Стандартные фразы. Но они здесь на море как-то не звучат. Вот, кстати, наше любимое заведение кораблик распустило паруса. Сегодня ветра нет. Так что вот так, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. До новых видео. Канал China Production. Отдых на море. Круто, ребята. Погода распогодилась. Не хочется уезжать. Блин, классно. Ну что, всем удачных дней. Всем хорошее настроение, здоровья. И болгарский всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok